Еще раз доброе утро. Я очень рад сегодня утром выступать перед вами и поделиться информацией из-за своей презентации. Во-первых, хотел бы поблагодарить наших санкт-петербургских коллег за их гостеприимство, за то, что они организовали это очень важное мероприятие. Я должен также признать работу наших коллег из Маир и из ВОЗа. Хотел бы указать, что наш региональный директор Сусана Якаба, глава отдела незаразных заболеваний, посылает вам привет и придает огромное значение этому первому мероприятию для усиления регистров в России. Моя презентация. Можно следующий слайд, пожалуйста. Будет очень краткой. Я расскажу ради экономии времени только о тех аспектах, которые касаются мониторинга и наблюдения. Только этого контекста. Я бы эту деятельность ввел в контекст международной деятельности ВОЗ и других мировых агентств, которые занимаются незаразными заболеваниями. Ваша работа очень важна, потому что вы занимаетесь онкологией, пациентами. И это важно в более широком контексте. Через некоторое время я об этом упомяну. Следующий слайд показывает, почему так важно рассматриваются онкологические и другие незаразные заболевания. В 2012 году было обнаружено, что примерно 78 миллионов человек в мире умерло. И из них где-то 69% умерли от незаразных, непередающихся заболеваний. Они вот здесь красным указаны. 5 миллионов умерли из-за несчастных случаев. И где-то 12 миллионов умерли из-за передающихся заболеваний, а также недоедания или при родах. Итак, нужно знать, что уровень смертности, вот этой группы, которая отмечена красным, можно было бы предотвратить или снизить. Мы могли бы увеличить срок жизни и проконтролировать часть этих смертей, если бы могли мешаться. Поэтому роль регистров очень важна. Мы считаем, что незаразные заболевания в основном являются бичом для более богатых стран. Но на самом деле это не совсем так. Мы сейчас живем в переходный период. И статистика показывает, что даже самые бедные страны, на следующем слайде они показаны оранжевым, у них тоже достаточно большой процент смертности из-за непередающихся заболеваний. Так что наибольшее серьезное препятствие они представляют в странах со средним уровнем дохода. И вообще процент подобных смертей растет по всему миру. Поняв это, мы должны подумать о том, как контролировать эту смертность, которая влияет не только самых богатых или самых бедных, а влияет на всех людей мира. Почти 70% смертей именно от этих причин, от непередающихся незаразных заболеваний. Почему это так важно? Мы ведь говорим о здоровье, но незаразные заболевания влияют не только на здоровье. Было доказано, что низ просто замедляют развитие человечества. Неинфекционные заболевания сокращенно низ и мешают устойчивому развитию нашей планеты. Это вопрос рассматривали в ООН и был введен целый список индикаторов по уровню неинфекционных заболеваний. Теперь признано, что низ – это не просто проблема за здоровье, но и проблема развития человечества. Впервые в истории здравоохранения ООН рассмотрела и признала этот очень важный вопрос, потому что это замедляет развитие стран. Очень многие заболевают и умирают из-за низ, и это воздействует на экономику, потому что это очень дорого. Мы должны рассматривать не только смерти, но и уровень снижения доходов, которые происходят из-за всех затрат, которые вызывают эти низы, их лечения и так далее. В 2011 году ООН организовала встречу на высшем уровне. Во время этой встречи это было обсуждено, и этот вопрос был признан. Затем в 2014 году была проведена вторая встреча подобного рода, и проанализированы были результаты работы за три года, а третья встреча назначена на 2018 год. Это серьезная задача, как справиться с такой проблемой. Проблема очень сложная, многогранная, и ее не решить, лишь только улучшением здравоохранения. Лишь органы здравоохранения немного могут сделать процентов 20, ведь ответственность за этот вопрос лежит и в других областях. Также эффекты, результаты этих заболеваний. Кто еще отвечает? Производители табака, алкоголя также являются ответственными лицами. И есть и другие области, смежные. Так что необходимо признать, что нам необходимо развивать правильную политику в странах в этой области, и ВОЗ должен создать план действий контроля НИЗа. Работать надо вместе в сотрудничестве, чтобы НИЗ, неинфекционные заболевания действительно можно было контролировать. И необходим также глобальный мониторинг ситуации с тем, чтобы понять ситуацию и понять, какие меры необходимы для внеседрения и исправления ситуации. Всемирное сообщество предложило 9 целевых индикаторов, которые включают все необходимое от наличия лечения медикаментов до определения риск-факторов сердечных заболеваний, снижение диабета, ожирения, снижение потребления алкоголя, улучшение уровня физической активности, снижение табака, курения и снижение кровяного давления. Вот элементы, которые предложила ВОЗ для контроля за НИЗом. И мы начинаем понимать взаимосвязь этих факторов и онкологических заболеваний. Раньше мы говорили только о некоторых внешних аспектах окружающей среды. Теперь мы говорим и об ожирении, которое также приводит к раковым заболеваниям, к онкологическим заболеваниям. И было признано, что необходимы совместные мероприятия. Раньше этим занималось только ВОЗ с некоторыми партнерами в области здравоохранения. А было теперь признано, что это недостаточно. И теперь мы разнообразные секторы вовлекаем в борьбу с НИЗом. Это серьезная задача. И все агентства ООН должны сотрудничать в области контроля НИЗа. Это и МАГАТЭ, и программа развития ООН, и программа образования ООН. Все они должны быть задействованы в этой серьезной области. Что мы добавим в этот контроль НИЗа? Мы надеемся, что это можно будет организовать на мировом уровне. То, что мы можем себе позволить финансово. Мы не ожидаем освободиться от всех неинфекционных заболеваний, но хотя бы от тех, которые наимхудшим образом влияют на продолжительность жизни. Мы считаем, что никто не должен умирать от подобных заболеваний слишком рано. Потому что большую часть этих заболеваний можно предотвратить. ВОЗ рекомендует определенное количество вещей, которые разные страны могут сделать, чтобы ВОЗ работал не один, на самом деле. Он делегирует эти обязанности разным странам, чтобы они своими собственными руками взяли контроль над неинфекционными заболеваниями. ВОЗ рекомендует разнообразные национальные цели. Если сами страны не понимают, куда они двигаются, то сколько они могут инвестировать, и что они ожидают к 2025 году, то будет очень сложно стимулировать действия на уровне правительства по противодействию неинфекционным заболеваниям. Мы также ожидаем, что страны будут создавать мультисекторальные политики, создавать определенные планы. Мы ожидаем, что разные секторы будут работать вместе для того, чтобы противодействовать неинфекционным заболеваниям. Это и окружающая среда, это и промышленность. Я полагаю, что особенно промышленность, безусловно, должна финансировать и работать вместе с системой здравоохранения в рамках данной программы противодействия. Мы должны контролировать факторы риска, передачу неинфекционных заболеваний. Мы знаем все эти факторы риска. Это те, которые я только что упоминал. Есть определенные вмешательства. Вмешательства должны быть очень рентабельными. А все это требует политических решений для того, чтобы создать такие интервенции, такие программы, которые действительно возьмут под контроль факторы риска. Нам нужна такая система здравоохранения, которая будет предоставлять ресурсы и качество, обеспечивать определенное качество помощи, медицинской помощи. Сегодня мы, на самом деле, очень много ресурсов тратим на систему здравоохранения. И наши правительства даже отклоняют бюджеты, они просто сокращают наши бюджетные линии. Поэтому мы должны выявлять только то, что является самым лучшим для контроля неинфекционных заболеваний. В любом случае нам нужно инвестировать. Не то, чтобы мы уже не инвестируем, но нам нельзя инвестировать слишком много. Мы не должны, наверное, инвестировать в самые-самые сложные технологии, если они не являются рентабельными. И еще, что мы ожидаем от стран-участниц этого проекта, это, прежде всего, установление национальной системы отслеживания. Во-первых, у нас есть определенные ресурсы. И нам нужен... Ресурсы уже есть. Есть понимание проблемы, но нам нужна теперь определенная система мониторинга. Это ключевой, один из ключевых моментов. Нам нужно улучшать наши статистические системы, нам нужно улучшать качество репортирования. Во многих странах, на самом деле, мы выявили эту проблему. Качество репортирования остается на низком уровне. И электронное хранение информации. Это очень важный момент. Электронное хранение информации – это важный инструмент системы репортирования. И также анализа затратной части системы здравоохранения, финансовой части. Это в хороших руках, хорошая система дает нам так много информации, как и регистры, онкологические регистры, регистры по онкологическим заболеваниям. Можете анализировать количество больных, доступ к системе здравоохранения, качество помощи. Это очень критические, очень важные моменты системы здравоохранения, которые нам абсолютно необходимы для анализа и для бюджетных линий. Это очень хороший источник информации. И есть определенные показатели, на которых я не буду останавливаться подробно. Но это как раз те самые индикаторы или те самые цели, которые страны выбрали в качестве самых основных целей для контроля неинфекционных заболеваний. Самая первая цель – это контроль заболеваемости и смертности. Ну, во-первых, преждевременная смертность от неинфекционных заболеваний должна быть сокращена на 25% к 2025 году. Мы надеемся, что мы сможем сократить на 25% к этому времени. Это наша надежда, наш план. И надо сказать, что если все это будет достигнуто в странах Европы, то мы вот надеемся, что именно этого уровня мы достигнем. Но, тем не менее, мы должны с вами понимать, что некоторые страны все-таки отстают. Они не двигаются в том же самом режиме, в том же ритме, как и европейские страны. Поэтому нам нужно предоставить им дополнительную помощь для того, чтобы снизить смертность в этих странах, помочь им осуществлять эти программы. И затем есть определенные цели по каждому фактору риска. Например, на 10% мы планируем снизить потребление алкоголя. Для некоторых стран, даже европейского региона, это ключевой момент. Физическая неактивность или гиподинамия, это то, что мы тоже будем сокращать на 10% потребление соли на 30%, табакокурение на 30%. Это одни из ключевых элементов, особенно табакокурение в России на 30%. В России снизить табакопотребление – это очень большая проблема. Потому что в некоторых регионах России среди мужчин 60% населения курят. Затем снижение артериального давления у пациентов – это очень важный момент. До повершения сердечно-сосудистых факторов риска. И надо, чтобы была адекватная помощь, доступ к адекватной медицинской помощи. Поэтому мы надеемся, что в последующие годы 50% всех пациентов с сердечно-сосудистыми рисками будут взяты под диспансерное наблюдение и будут получать адекватное лечение. И затем скрининги. Соответственно, это и доступ к маммографии, и скрининг по цервикальному раку. Все эти моменты должны, безусловно, быть в широком доступе для населения. И не буду на этом останавливаться подробно, потому что здесь слишком много слайдов посвящено этим целям. Но я хотел бы еще сказать, что основные показатели, которые мы принимаем в рамках глобального мониторинга в 2025 году, большинство из них на самом деле были взяты из статистики. Особенно смертность от всех причин. Надо сказать, что мы также работали с регистрами. Онкологическими регистрами – это очень важный источник информации. Это те самые источники информации, те элементы, о которых я уже говорил. Они дают нам возможность контролировать выживаемость, инцидентность, заболевание, встречаемость, распространенность. Не только если, например, у нас инцидентность повышается, но при этом снижается смертность. Это очень важные моменты для контроля. Мы можем планировать нашу деятельность дальше. Я не буду, опять-таки, вдаваться в подробности, просто для сведения, откуда мы брали информацию. Давайте теперь в конце я хотел бы сказать о том, что делает ВОЗ в европейском регионе для того, чтобы контролировать, для того, чтобы усиливать деятельность на национальном уровне. Именно поэтому мы сегодня сюда и приехали. Роль московского проекта – это на самом деле улучшить ситуацию в три раза. Для этого нам нужны методы, нам нужны наборы инструментов, нам нужны руководства определенные. Во второй части мы бы хотели повысить информационную базу, улучшить информационную базу при помощи предоставления и усиления национальных баз данных, улучшить систему репортирования и отчетности. Именно об этом будет наш курс, который мы организовали здесь. И затем мониторинг на региональном уровне – это очень важный момент. Третий момент – это непосредственно внедрение всей нашей программы в странах. Мы будем работать не только в России, мы будем работать в 53 странах европейского региона, региона ВОЗ. И мы будем в основном фокусироваться на восточноевропейских странах, у которых самое высокое бремя смертности от неинфекционных заболеваний и самое высокое бремя факторов риска. И для того, чтобы нам гораздо больше эффективно работать, мы прежде всего работаем в рамках сотрудничества с другими национальными и международными организациями. И вот здесь я и прекращу, закончу, вернее, свою речь. Не буду вдаваться в подробности, оставлю время другим докладчикам. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...